Всем привет, друзья! С вами Семен. Это четвертая часть о изготовлении электрики в частном доме. В прошлых сериях я водил электричество в дом по воздуху. Рассказал о плане, смонтировал розетную группу. В этой серии буду подключать одноклавишный, двухклавишный и трехклавишный выключатель. А также вы увидите, как продвигаются отделочные работы первого этажа. Если вы впервые на канале, обязательно подписывайтесь. Впереди много интересного! Видите? Ну что, начнем? Сегодня буду подключать трехклавишный, двухклавишный и одноклавишный выключатель. Буду заниматься световой группой. Потихонечку я уже закончил штукатурку сеткой в маленькой комнате и на кухне. Центральная стена с этой стороны и с той стороны, а также угол санузла у меня будет отделан специальной декоративной системой. В принципе, на вот это покрытие, штукатурку, уже можно клеить обои. Но так как я буду красить стены, мне нужно будет еще зашпаклевать, чтобы убрать вот такие вот мелкие неровности. Ну а теперь давайте вернемся к свету. Весь кабель световой группы я уже проложил, делал штробы, в них утапливал кабель с помощью молотка, обмотанным скотчем. Также закрепил распределительные коробки, подрозетники и все крепил на штукатурную смесь. Начну подключение с трехклавишного выключателя. Вот в этом месте у меня будет трехклавишный выключатель. Сейчас их будем собирать потихонечку. Чтобы подключить трехклавишный выключатель, нужно обязательно прокладывать 4 жилы. 3 жилы будут выключать 3 клавиши, а 1 жила это будет подача фазы. Цифрам 1, 2, 3 подключаем наши жилы. Каждая жила будет отвечать за каждую клавишу. Например, у меня синяя жила будет подключаться к левой клавише, она будет включать свет в прихожей. Желтая жила будет включать свет на летней террасе, а белая жила будет включать свет в маленькой комнате для отдыха. Сейчас разберу выключатель и сделаю подключение. Откручиваем болты и вставляем жилы. Так, сначала я вставлю белый провод, затем вставляю желтую жилу и теперь синий провод, который будет включать свет в прихожей. Три жилы я подключил, теперь подключаю фазу к буковке L. Так, вставили и зажали. Ставлю на место клавиши. Подключил я трехклавишный выключатель, теперь переходим в распределительную коробку. Итак, начнем подключение. Что мы видим здесь? На вот эти два провода пока что не обращайте внимания. Вот этот провод у нас главный питающий. Он идет от щитка. Дальше у нас идет лампа прихожей, лампа террасы и лампа маленькой комнаты для отдыха. Вот эти провода идут на трехклавишный выключатель. Начнем подключение. Начнем с того, что ноль от приходящего кабеля подключим со всеми нулями лампочек. Соединять буду на ваговский оригинальный клемма на 8 жил. Почему на 8, поймете чуть позже. Итак, мы подключили все нули от лампочек к нулю приходящего провода. Теперь нам нужно подключить фазу, фазу с приходящего провода на фазу выключателя. Фазу обязательно пометьте, чтобы не перепутать ее вот с этой жилой. Подключаем фазу. Раз и два. Так, фаза у нас подключена на выключатель. Мне нужно, чтобы свет прихожей включался на левую клавишу. Я смотрю и вижу, что к левой клавише у меня подключена синяя жила. Нахожу синюю жилу и подключаю к лампочке в прихожей на белый провод. Раз, два. Лампочка прихожей у нас подключена на левую клавишу. Теперь подключим террасу. На террасу у нас идет желтый кабель, земля. Находим его в распределительной коробке. Вот он у нас. И соединяем с летней террасой. С белым проводом также. Багат на влагу. Раз и два. Подключили. Теперь осталось нам подключить лампу для маленькой комнаты для отдыха. Вот он, белый провод. И соединяем его с последним белым проводом, который идет у нас на... Который идет у нас на правую клавишу. Вот оно. Соединяем. Хоп. И хоп. Итак, мы подключили лампочки к трехклавишному выключателю. Теперь нужно подключить заземление. Если у вас обычные лампочки, то можно, в принципе, и не подключать. Но я подключу. Возможно, у меня будут какие-нибудь плафоны с заземлением. Посмотрим. Соединяем на восьмижильный клеймах. Два. Три. И четыре. Подключили заземление. Теперь нам нужно всю нашу сборку проверить. Я сейчас подам питание. И будем проверять наш трехклавишный выключатель. Что как у нас получилось. Ну что, давайте теперь протестируем. Я подключил питающий провод. Приступим. Левая клавиша. Свет в прихожей. Правая клавиша. Маленькая комната для отдыха. Вместе с прихожей давайте вот так работать. И теперь давайте террасу. Работает. Отлично. Друзья, если вы хотите увидеть более понятное подключение всех видов выключателя на макете. Дайте знать. Поставьте плюс в комментариях. Трехклавишный выключатель мы успешно подключили. Теперь нам нужно подключить свет в санузле. Для этого нам нужно подать питание вот в эту распределительную коробку. Вот этот провод будет питание. Он идет вот здесь. И подходит вот сюда. Здесь написано питание санузла. Теперь чтобы нам подать питание от этой распределительной коробки в эту нам нужно просто ноль соединить с нулем. Заземление с заземлением и фазу с фазой. На фазе я сменил клемму с двух жил на 8. Давайте начнем. Заземление соединяем с клеммами заземления. Ноль клеммами нуля. И фазный провод клеммами фаз. Так. Теперь у нас есть питание вот в этой распределительной коробке. Понятно, что сейчас электричество отключено. По той причине, что я произвожу работы. Подключаю одноклавичный выключатель. Здесь есть схема L-фаза 1-0. Так. L-фаза. И 0. А заземление здесь у нас не задействовано. Вообще в освещении в принципе заземление нигде не задействовано. Но в распределительных коробках я чисто для эстетики их собираю на клемма. Выключатель подключен. Теперь собираем распределительную коробку. В распределительную коробку санузла у нас подходит питающий кабель, кабель от лампочки и кабель от выключателя. Фазу от питающего кабеля мы соединяем с фазой на выключателе. Вот так. Теперь ноль лампочки мы соединяем с нулем питающего кабеля. И оставшиеся две жилы мы также соединяем вместе. Как уже говорил, жилы заземления чисто для эстетики я соединяю на клемма вместе. Вот так. Теперь давайте протестируем это дело. Подключил я питающий кабель, теперь переходим к тесту. Все отлично работает. Санузел запитали, теперь нужно запитать кухонную зону. А именно запитать вот эту распределительную коробку. Вот он кабель питания. Он выходит, идет вот здесь и подходит вот сюда. Сейчас буду соединять. Подключаю кабель питания кухни. Фазу я подключаю к фазам ноль к нулю и эстетику заземления к заземлению. Вот так вот. Теперь переходим на кухню и собираем распределительную коробку. Здесь у нас будет двухклавишный выключатель. Согласно схеме подключаю двухклавишный выключатель. Фаза и первая жила, вторая жила. Ставим клавишу. И переходим в распределительную коробку. Начинаю сборку двухклавишного выключателя. Вот этот помеченный кабель, это кабель питания. Вот этот кабель, это левая лампочка. Вот этот кабель, правая лампочка. И кабель на двухклавишный выключатель. Сначала я отправляю все нули от лампочек на ноль питающего провода. Ноль правой лампочки. Ноль левой лампочки. На ноль питающего кабеля. Так, бумажка нам мешает. Нули от лампочек мы кинули на ноль питающего кабеля. Теперь фазу мы бросаем на фазу выключателя. Раз и два. Так, фазу мы бросили. Теперь у нас от двухклавишного выключателя идет две жилы. Один синий, другой желтый. Я хочу, чтобы синяя клавиша, то есть левая она у меня, вот здесь, включала в левой части свет. Поэтому соединяю ее с белым проводом от левой лампочки. Так, так. А желтый провод от выключателя правой клавиши я соединяю с проводом от левой лампочки. Остались провода заземления. Их можно не соединять, но я соединю, как и везде, на клемма. Чтобы красиво было. Так. Раз. Два. И три. Подключили мы двухклавишный выключатель. Теперь давайте протестируем его. Подключил я питание. Теперь давайте протестируем двухклавишный выключатель. Правая клавиша. Свет работает. Левая клавиша. Свет также работает. И две клавиши. Выключаем. Выключаем. Две включаем сразу. Все работает. Теперь я уложу все наши провода с клеммами в распределительную коробку. И начну, наверное, с самой сложной. Вот с этой вот. Все распределительные коробки я вот так вот уложил аккуратненько. И самая большая. На первый взгляд здесь, конечно, ничего не понятно. Но тут бумажки наклеены. Все подписано. В общем, в случае чего разобраться можно будет, что как. Теперь давайте поднимемся на второй этаж. Весь кабель на втором этаже у меня смонтирован. Подведен он к двум распределительным коробкам. В будущем, когда вот в этом месте будет перегородка, я смонтирую все выключатели. На втором этаже у меня будет два одноклавишных выключателя. Собираются они так же, как и в санузле. Сложного в их подключении ничего нет. Ну а пока оставляю второй этаж в таком виде. И полноценно занимаюсь первым. На все клеммы я потратил 2200 рублей. Вот это количество у меня еще уйдет на второй этаж. Все дело в том, что если покупать маленькую фасовку по 3-4 штуки, цена у них получается реально заоблачная. По этой причине я выбрал покупать фасовку по 50 штук. Так они выходят намного дешевле. Теперь у меня в запасе еще останется вот такое количество. В случае чего я всегда смогу обслужить свою проводку этими же новыми клеммами. В следующих роликах о электрике я буду подключать щит и делать заземление. А также полностью озвучу всю сумму затрат на электрику. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...